Два выброса шайбы в третьем периоде и гол нам тебя отвешают. Как? Два раза выгодят шайбы. Вы же помните чемпионат мира в Канаде? Ну да. И Нэш когда? Мальчик Нэш выбросил, выиграл чемпионат мира. Ну это несчастье, но что делать? Такие ситуации происходят. Это спорт. Правильно сказать, что много сенсаций, да? То есть и Словения обыграла Америку, но... Чего? Словения обыграла Америку. Серьезно? Да. Я считаю, что отзыв болельщиков больше беспокоит, что игры нет. Вот что тревожит все. В принципе, я не сказал, что игры нет. Начало было очень хорошее. В принципе, 2-0. Я думаю, что... Просто, наверное, посчитали, что 2-0 это все хорошо. Команды Словак показали себя одним кулаком. Но... Оказалось, как нужно играть на Олимпиаде. Там практически одинаковые в голы были. Это по промо-флангу пролетали. Там какая-то системная ошибка или просто несчастный случай? Ну, первый в гол была ошибка, второй тоже была ошибка. Ну, в принципе, все голы. Ну, как? Если забивать, значит, кто-то ошибся. Да. А Гацук сказал, что теперь-то у нас точно все оковы спадут и все будет хорошо. Ну, естественно, конечно, команда очень нервничала перед игрой. Я видел это, поэтому не устало так немножко там грузить. Ну, нет, вообще не было никаких сомнений после 2-0, что что-то произойдет. А так получилось, что 2-0, 2-1, вроде так, ну, я мысли читаю там, вроде как. Ничего страшного, сейчас забьем, все в порядке. Потом 2-2, блин, а потом вроде как, ой. Вроде и... Команда, я говорю, Словакова играла на чисто катер-атаках. В первый перелом два броска нанесла. Ну, это спорт, но к этому нужно быть готовым. А я повечу, что здесь по итогам группового турнира все команды, как или иначе, продолжают борьбу. Дает ли вам возможность... Да, меня другой волнует. Меня волнует, на самом деле, игра команды. Они здесь, в принципе, ну, проиграли сегодня. Может быть, как-то, ну, правильно сказал, спадут оковы как-то. Потому что, на самом деле, напряга была очень серьезная. В том числе, со стороны прессы. Ребята все равно считают это все. Тоже где-то они... Хорошо, что сейчас не в полуфинале. Да, обидно. И сегодня обидно, конечно. Но... Никому не хочется проигрывать. Ну, почему в последние два дня, вот, практически, да, все-таки Мазекина поставили в первую сторону? Ну, у них неплохо получалось. Мы попробовали их, да, с корецем попробовали, они там, вроде как. Потом они сами попросили, что у них. Ну, бывает такое. Чуйка. А сейчас как он сыграл по матчам? Да, вроде, неплохо сыграли. Ну... Саньгуан – большинство, которое у нас не пошло. А носит турнир в турнир в турнир? Потому что большинство сбегают. Словаки забили большинство. И... То есть, в турнир в турнир возникают проблемы с большинством. Это почему для него получается, а в игре нет? Ну... Сегодня на первый день, может быть, какая-то, на самом деле, психологическое было давление. Потому что все ребята понимают, чего от них ждут и что хотят. Существует план Б? Существует план Б. Бросать, давить и добивать. Вот только такой план Б, как у всех команд. Два защитника бросают, топчут. Тогда нужен план С. В принципе они уже должны были близко к этому быть, но по физике я не скажу, что они там быстро играли, бежали. В трансляции очень много раз повторяли хит Зуба и он Абакоша видели. На вас, по мне, да. Молодец. Звину Андронова, как правило, выходил с первым, задает темп. Кажется, тебе не хватило энергичности? Ну, что у них еще энергичности? Да, мне кажется, у них хватает запредельно. У них сегодня была запредельная мотивация. Может быть это через чуй было и не совсем хорошо. Андронова все пойдет? Да. Спасибо, ребята. Спасибо.